На сайте объявлений подозреваемые находили предложение о продаже животных. Далее звонили продавцам и убеждали, что совершат покупку. Гарантии предлагали подтвердить задаткам на банковскую карту. Однако, чтобы совершить перевод, вынуждали продавца проследовать к банкомату и проделать некоторые действия. В результате манипуляций, проведенных у банкомата, подозреваемые подключались к мобильному банку, перечисляя денежные средства на свой счет, после чего переставали выходить на связь. Так, в городе Аша потерпевшая лишилась 17 тысяч рублей при продаже овец. Звонки поступали не только жителям Челябинской области, но и всей страны. В настоящее время в полиции уточняют детали преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание – пять лет лишения свободы. А пока задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследуя подобные преступления полиция просит челябинцев быть бдительными. Не заказывать товары на сомнительных сайтах и в сомнительных интернет-магазинах. Не сообщать незнакомым вам лицам пин-код, банковской карты и три цифры с ее обратной стороны. Не отправлять денежные средства по просьбе неизвестных вам лиц. Не осуществлять операции через банкомат по просьбе позвонившего вам незнакомого человека, даже если он представился работником банка. Казалось бы, о финансовой безопасности в наше время говорят немало. Но если такие случаи происходят, не лишним будет еще раз напомнить своим близким, особенно пожилым, алгоритм действий при контакте с мошенниками. Елизавета Виноградова, Урал-1.